Вопрос на миллион Здравствуйте, с вами программа «Вопрос на миллион». Как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые злободневные темы из сферы недвижимости. Сегодня мы говорим о нюансах оформления сделок купли-продажи. С вами я, Екатерина Грицыенко, и директор Центра оформления недвижимости «Добрый дом» Ирина Беляева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Начнем с типичной ситуации. Человек продает или покупает квартиру. Нашел покупателя или, наоборот, подыскал достойный вариант. Что делать дальше? Нужно ли оформлять какой-либо предварительный договор купли-продажи? И зачем это нужно делать? Да, конечно, хорошо, когда продавец сам нашел покупателя, но возникает несколько «но». Во-первых, кто проверит юридическую частоту сделки? Второе, кто оформит саму сделку? И третье, кто поможет сдать документы на государственную регистрацию? Значит, есть несколько способов зафиксировать предварительные договоренности между продавцом и покупателем. Вот как вы назвали это, предварительный договор, например, также может быть договор об авансе и также может быть договор о задатке. По предварительному договору денежные суммы не вносятся от покупателя-продавцу. По договору аванса и по договору задатка денежные суммы вносятся, но правовая ответственность абсолютно разная. Давайте разберем вот эти три вида договора по отдельности. Да, давайте. Предварительный договор купли-продажи. Для чего он? Для чего он придуман вообще? Для чего он создан? Для того, чтобы зафиксировать намерение сторон. Потому что то, что зафиксировано на бумаге, в бумажном виде, это имеет под собой правовую основу и несет за собой обязательства сторон. Вообще договоры, вот любые письменные договоры, это величайшее изобретение человечества, потому что позволяет зафиксировать в письменном виде то, почему стороны друг другу не доверяют. И чем подробнее и тщательнее составлен договор, тем в большей безопасности стороны будут находиться. А какую ответственность накладывает на стороны предварительный договор купли-продажи? Предварительный договор купли-продажи, в нем прописывается все, что стороны обещают друг другу выполнить. То есть, обязательно должен быть прописан предмет договора. Зафиксированы все детали квартиры. Этажность, площадь, обязательно адрес, обязательно кадастровый номер должен быть прописан. Обязательно в предварительном договоре купли-продажи должна зафиксирована быть цена и порядок оплаты этого недвижимого имущества. То есть, если приобретается квартира с помощью заемных средств по ипотеке, то это определенный порядок оплаты недвижимого имущества. Если это просто рассрочка, значит должна прописана быть рассрочка. Обязательно должен быть зафиксирован срок оплаты недвижимого имущества и отдельно срок подписания основного договора купли-продажи. Этот срок ограничивается годом. То есть, предварительный договор действует на срок до подписания основного договора купли-продажи. Этот срок зафиксирован не более года. В дальнейшем стороны могут принудить друг друга к подписанию основного договора купли-продажи или к выполнению тех пунктов, какие прописаны в предварительном договоре купли-продажи. Либо добровольно, либо, если не получается договориться, то через суд. И также через суд можно взыскать недополученную прибыль, возможные убытки и прочие расходы. А каким образом этот договор должен быть оформлен, зарегистрирован? Предварительный договор купли-продажи, его не нужно регистрировать в Росреестре, чем он и отличается. Это основное и главное отличие. То есть, основной договор купли-продажи и предварительный договор купли-продажи можно оформить в простой писемной форме. Но предварительный регистрировать в Росреестре не нужно, а основной договор купли-продажи регистрировать в Росреестре обязательно нужно. Потому что по основному договору купли-продажи право переходит на нового собственника, а по предварительному договору купли-продажи перехода права не происходит. Только фиксируется намерение сторон. То есть мы можем просто его подписать и все? Мы можем его подписать, и это является гарантией того, что все пункты предварительного договора купли-продажи будут выполнены. Это единственная форма, позволяющая стороны принудить друг друга к выполнению своих обязательств. Предварительный договор купли-продажи – это очень хорошая вещь. Другие два вида договора – это договор о внесении аванса и задатка. Давайте расскажем про них. Там отличается только лишь возвратом денежных средств. Допустим, мы с вами договорились о купли-продаже квартиры. Я покупатель, я вношу вам на основании договора об авансе денежную сумму. Что-то у нас не получилось. Вы обязаны мне вернуть эту сумму в полном объеме. А если у нас с вами подписан договор не об авансе, а договор о задатке, то тогда, если что-то у нас не получилось, я внесла вам сумму, и что-то у нас не получилось. Передумали вы, например, продавать мне квартиру по указанной цене, потому что вам кто-то больше предложил, большую денежную сумму, то вы мне обязаны вернуть внесенную мной сумму в двойном размере. Тоже договор просто подписывается и нигде не регистрируется. Нигде не регистрируется. Договор об авансе, договор о задатке и предварительный договор о купли-продаже не нужно регистрировать в государственных органах. Простая письменная форма. Лина, а сбора каких документов требует надлежащее оформление сделки купли-продажи? Давайте возьмем пример с продавцом. Допустим, мы продаем квартиру. Основное и главное правило. Все документы должны быть готовы. Почему мы советуем нашим клиентам? Оформите правильно заранее весь пакет документов, какой вам нужен для отчуждения недвижимого имущества. Без разницы, квартира или это будет, гараж, дача, земельный участок. Но оформи правильно и заранее. Значит, что должно быть в первую очередь на руках? Это правоустанавливающие документы. Правоустанавливающие документы, это на основании чего принадлежит недвижимое имущество. Это может быть договор приватизации, это может быть договор купли-продажи, что раньше квартира была куплена по договору купли-продажи. Это может быть договор мены, это может быть решение суда, это может быть справка о полной выплате паилового взноса, если это дом кооперативный. Все эти варианты грамотный юрист может предусмотреть. Значит, эти документы, правоустанавливающие, они должны быть зарегистрированы в Росреестре, то есть на руках должно быть свидетельство о государственной регистрации права, где есть ссылка на этот правоустанавливающий документ. В первом пункте там так и написано, что на основании чего вид права собственности, на основании чего принадлежит, и идет перечисление одного из вышеназванных документов. А покупатель к сделке должен каким-то образом подготовиться? И как? Покупатель к сделке должен подготовиться обязательно, потому что покупатель отдает свои деньги, а взамен он получает имущество. Причем вначале он отдаст деньги и подпишет договор, а имущество он получит, саму квартиру, только по истечении срока освобождения. То есть после сделки проходит какой-то определенный срок, оговоренный сторонами, после чего по акту приема передач, который в простой письменной форме составляется, передаются ключи, платежные книжки, передается сама квартира. Поэтому очень важно, чтобы покупатель проверил все детально. А возможно ли это сделать, провести какой-то аудит, так сказать, чистоплотности предстоящей сделки? Да, да. Это может сделать грамотный юрист. То есть мы все знаем, что подбором квартир занимаются риелторы. Риелторы, часть из них имеют большой опыт работы и хорошие интеллектуальные данные, а часть из них не имеют ни интеллекта, ни опыта работы. Поэтому, как бы ни прискорбно было, я советую обращаться к проверенным людям, к профессионалам, желательно к юристам, потому что покупатель очень рискует. Ему нужно проверить весь пакет документов, чтобы избавить себя от возможных видов мошенничества. Потому что нередки случаи и в нашем городе, когда продаются квартиры по доверенностям, по поддельным доверенностям. Вот если продается квартира по доверенности, как вы проверите, отменена эта доверенность или нет? Это же нужно знать алгоритм. То есть самому человеку очень сложно. Вообще очень сложно. То есть вот что касается доверенности, это нужно звонить нотариусу, узнавать, отменена доверенность или нет. Когда было выписано, кто выписывал. Опять же нужно проверить обязательно дееспособность продавца. Дееспособность продавца. А вдруг этот человек алкоголезависимый? Или наркоман? Он вроде как бы и ведет себя адекватно. А мы все знаем, что любая сделка, любой договор купли-продажи, у нас по закону это возможно. Он может быть оспорен, договор купли-продажи. То есть вы квартиру купили, деньги передали, ключи вам вроде передали, а потом заинтересованные стороны обратились в суд, а признание продавца недееспособным. Суд останется на стороне недееспособного продавца. В таком случае продавец обязан вернуть деньги. Совершенно верно. Но денег-то нет, они уже потрачены. И тогда по решению суда эти деньги будут возвращаться из пенсии или зарплат. Это может длиться до пенсии, опять же до вашей пенсии. Потому что 30 лет вы будете получать эти деньги. Потому что риски очень велики. Всех нужно проверять. Опять же, еще про прописанных людей. В каждой квартире, кроме собственника, могут быть зарегистрированы определенные люди. Что здесь важно? Обязательно нужно просить, чтобы предоставляли сведения с архивными данными. То есть если вам предоставляют по квартирную карточку, она должна быть как минимум за 15 лет, где будет зафиксировано все. Кто когда был прописан, кто когда был выписан, убывшие в армию, осужденные, несовершеннолетние дети, дети несовершеннолетние помещенные в интернат, например, дети, над которыми опека, попечительство было назначено. Или, очень важно, люди, которые не принимали участие в приватизации, отказались от участия в приватизации в пользу других третьих лиц. Так вот за ними, и это очень важно, остается пожизненное право пользования этим жилым помещением. И никакой суд их не снимет с регистрационного учета, поэтому вышеуказанную адресу... Квартиру нельзя покупать? Такую квартиру ни в коем случае нельзя покупать. Вы, получается, купите недвижимое имущество с прописанными в нем чужими людьми, не относящимися к вам. А если в квартире прописан несовершеннолетний ребенок или несовершеннолетний ребенок собственник квартиры, что делать тогда? Если несовершеннолетний ребенок собственник, вот рассмотрим вначале этот вариант, чтобы продать квартиру, где доли этой квартиры или полностью всей квартиры владеет несовершеннолетний, нужно получить дополнительный приказ органов опеки и попечительства. В нем будет сказано, что органы опеки разрешают продать такую-то квартиру, где долей владеет несовершеннолетний и обязательно с одновременной покупкой. С одновременной покупкой в другой квартире доли соразмерной здесь и по метражу, и по стоимости. Или же эти деньги соразмерно стоимости этой доли кладутся на счет, открытый специально на имя этого ребенка. А если они этого не сделают? Нельзя продать квартиру, потому что это обязательный документ. Без разрешения органов опеки и попечительства нельзя продать квартиру, где долей владеет несовершеннолетний. И когда пишется заявление, родители ребенка должны написать заявление в органах опеки и попечительства и предоставить два пакета документов. Первый по продаваемой квартире, второй по покупаемой квартире, где предполагается доля будет оформлена. Обязательно прилагается справка о рыночной стоимости по одной и по другой квартире, чтобы мало того метраж высчитали, чтобы не ущемить права ребенка, еще и по суммам, чтобы совпадало. То ведь иногда продают хорошую квартиру в городе, а покупают другую, большей площади, но на окраине. Но цена там все равно ниже будет, даже если и метров больше ребенку выделяют. А органы опеки и попечительства, они должны за этим следить, чтобы не ущемить права ребенка, чтобы было все равнозначно. Здесь продали, там купили и желательно в сторону улучшения. В общем-то риска нет большого в покупке такой квартиры. Нет, если делать все правильно, оформлять все правильно, то рисков никаких. А если ребенок прописан, а не собственник? Если ребенок прописан, отношения к самой сделке купли-продажи он никакого не имеет. Его потом можно просто снять с регистрационного учета. Разрешение органов опеки и попечительства на это не требуется. Не требуется. То есть его снимают и прописывают по другому адресу. Причем органы опеки даже не следят, будет он потом по другому адресу прописан или нет. Это, конечно, не очень хорошо. Лет, наверное, 5 назад отменили обязательные приказы органов опеки и попечительства по снятию детей с регучета. Но сейчас за этим никто не следит. Нередки случаи продажи квартир с обременением, то есть те, которые находятся в ипотеке. Как быть в этих случаях? Сейчас достаточно большой процент квартир, владельцы которых приобрели их с помощью ипотечного кредита, и они не ждут, когда закончится погашение этого ипотечного кредита. Они расширяются, покупают себе большую квартиру, например, или просто продают с непогашенным кредитом. Как поступать в таких случаях? Во-первых, нужно снять обременение. Чтобы снять обременение, нужно написать заявление на снятие обременения. Заявление на снятие обременения пишет как залогодатель, так и залогодержатель. Чтобы это заявление было написано, нужно полностью погасить долг, либо предоставить решение суда, на основании которого этот долг с квартиры снят. То есть, если вы продаете квартиру, на которой на данный момент есть обременение ипотека, вам нужно найти покупателя, который вам вначале внесет необходимую сумму, которую вы погасите, имеющийся долг, после этого вы сможете нормально уже оформить договор купли-продажи. А где получить гарантии, что продавец просто не скроется куда-то с твоими деньгами? Где получить гарантии? А тут мы возвращаемся к первому вопросу, с которого мы и начали нашу передачу. Тут можно оформить тремя видами договоров. Договор об авансе, договор о задатке и предварительный договор купли-продажи, который, на мой взгляд, является самой эффективной формой таким образом оформлять вот эти предварительные договоренности. Все-таки это риск, наверное, покупать квартиру, которая находится в ипотеке. Да, это риск, если вы это делаете самостоятельно. Если вы это делаете через грамотного юриста, через зарекомендовавшее себя агентство, то эти риски сведены к минимуму. Ирина, а каковы особенности сделок с неприватизированным жильем? Неприватизированное жилье на рынке недвижимости имеется тоже. То есть это жилье, в котором проживают люди и пользуются этим жильем на основании договора социального найма. А само жилье принадлежит муниципальному образованию. Но люди могут обменяться, например, квартирой или частью квартиры, или комнатой, или жилым домом, или частью жилого дома. Вот всего лишь пять позиций, которые подлежат обмену неприватизированных жилых помещений. Чтобы поменяться, составляется отдельный договор обмена, и он обязательно должен быть утвержден наймодателем, то есть муниципальным образованием. Договор обмена составляется в простой письменной форме, передается в дальнейший муниципалитет, где в течение 10 дней должны либо одобрить, разрешить, либо не разрешить. Данный обмен. Ирина, а как обычно проходит процесс оплаты договора? Процесс оплаты договора купли-продажи, он тоже абсолютно разный, в зависимости от того, каким образом расплачивается покупатель, в зависимости от ситуации. Самая простая форма, когда наличные деньги передаются при подписании договора купли-продажи. Посложнее, когда расплачиваются своими деньгами и добавляют к ним ипотечные деньги. То есть часть денег, первоначальный взнос, передается при подписании договора купли-продажи. Ипотечная сумма передается после государственной регистрации, перехода права собственности. Там два варианта есть. Либо она перечисляется на счет продавца, либо она передается наличным порядком. Передача денег, если просто по договору купли-продажи наличкой, или же в том числе и с использованием кредитных средств, обязательно подтверждается распиской. Расписка необходимый документ. Расписка обязательной должна быть. И очень важно, чтобы она была грамотно составлена. В расписке обязательно указывается место, обязательно указывается дата, должно быть оглавление, расписка о переданных деньгах, например, полностью по договору купли-продажи, или, например, о передаче денежной суммы в качестве оплаты, частичной оплаты по договору купли-продажи. Обязательно должны быть зафиксированы фамилиями отчества обеих сторон паспортные данные. Обязательно должна быть ссылка на основной договор. То есть расписка должна быть привязана к договору купли-продажи. Указано, что договор купли-продажи, такой-то квартиры, от такой-то даты Это должно все быть отражено в расписке В конце обязательно ставится подпись, в конце обязательно ставятся даты При желании, конечно, лучше добавить еще двух незаинтересованных свидетелей В дальнейшем, если вдруг договор купли-продажи будет расторнут Или, по крайней мере, в суд будет заявление о расторжении договора купли-продажи Расписка является основным доказательством о передаче денег Потому что в самом договоре купли-продажи, как правило, идет отдельная строчечка Что стороны оценили квартиру в такие-то деньги Продавец оплатил квартиру полностью И отдельная строчка о передаче денег, но это немножко другое, это не расписка Но то, каким путем, наличным или безналичным, перешли деньги, собственно говоря, не имеет значения Не имеет значения, они же в любом случае перешли вам Я предлагаю перейти к вопросам от наших телезрителей Хорошо Я собиралась купить у своего соседа по двухкомнатной коммунальной квартире комнату Он согласился, но почему-то не захотел оформлять договор купли-продажи Предлагает выписать доверенность, по которой я буду иметь право совершать любые сделки с его недвижимостью В обмен на доверенность сосед хочет получить от меня деньги Чем я рискую, если соглашусь на такой вариант? И дает ли такая доверенность право собственности на комнату? Категорически нельзя соглашаться на такие условия Категорически нет, нет и нет Почему? Потому что доверенность в любой момент может быть отменена Выписал он на вас доверенность, передали вы ему деньги Он благополучно эти деньги истратил, сходил к нотариусу и отменил доверенность Никакие расписки не помогут? Право на вас не перешло Право на вас не перешло То есть вы просто человеку передали деньги Конечно, эти деньги можно взыскивать по суду Но мы уже говорили про это, что это может продолжаться до бесконечности Процесс купли-продажи комнаты отличается от процесса купли-продажи квартиры? Действительно ли он сложнее? Да, процесс купли-продажи комнаты сложнее, если комната выделена как доля в общем жилом помещении Если она выделена как жилое помещение, то это не очень сложно Но по каждой комнате я советую обращаться в офисы, допустим, к нам в Добрый дом Чтобы вам детально рассказали весь алгоритм действий, потому что очень много деталей Ну, например, каких нюансов требует такая сделка? Обязательно при такой сделке, если оформлена комната как доля в жилом помещении Требуется согласие сособственников жилого помещения Этих сособственных всех нужно найти Чтобы их найти, это нужно, соответственно, поднять специальные архивные данные Либо выписку из реестра заказать И сделать отдельные отказы, нотариальные, либо ненотариальные Ирина, давайте прочитаем следующее письмо Я купила квартиру, после чего узнала, что на ней висит долг за неуплату коммунальных платежей 50 тысяч рублей В договоре купли-продажи оговаривалось, что он гарантирует отсутствие долгов по квартплате Как позднее выяснилось, прежняя хозяйка договорилась с риэлторами о том, что они погасят долг за счет задатка, который мы дали, но обещания не сдержали Как мне быть? Ну, ситуация не очень типичная, вам скажу, что если хозяйка договорилась с риэлторами, они должны были выполнить свои обещания Опять же, как их договоренности зафиксированы Потому что если добровольно вам не гасят долги по коммунальным платежам, то я советую обращаться в суд и взыскивать эти долги Но этот пункт, наверное, должен был как-то прописан быть в договоре Естественно А если его нет? Он обязательно должен быть в договоре Если его нет, то это очень плохая работа риэлторов И я советую взыскивать эти деньги также и с риэлторов, с агентства Как они могли допустить такую оплошность? Причем это значительная ошибка Опытные риэлторы такого не допускают Всегда проверяют все долги по коммунальным платежам Фиксируют мало того, что в договоре купли-продажи, еще и в акте приема-передачи в простой письменной форме Когда передают уже фактически саму квартиру и ключи Ирина, еще один вопрос от наших телезрителей Как избежать очереди при регистрации сделки? Хороший вопрос То есть мы пришли к тому, что чтобы продать квартиру, нам необходимо сделать всего лишь два шага Первый Подписать договор купли-продажи Второй Сдать его на государственную регистрацию Чтобы сдать договор на государственную регистрацию, у вас должен быть грамотно, опытным юристом составлен договор К нему должен быть приложен пакет документов на всю квартиру Должны быть оплачены госпошлины В зависимости от типа сделки госпошлины, сумма госпошлины разная Эта госпошлина должна быть оплачена Вы должны записаться по электронной очереди в Росреестр или в многофункциональный центр Подписать заявление на государственную регистрацию перехода права собственности И спокойно ожидать документов после государственной регистрации Но переход права собственности на приобретаемую квартиру Переход права собственности наступает только после государственной регистрации перехода права То есть сам договор купли-продажи подписанный, он вступает в силу с момента подписания А переход на вас будет только после госрегистрации Это очень важно Желательно, чтобы на этом пути вас сопровождал опытный специалист. Тогда и очередей удастся избежать. Тогда и очередей удастся избежать. Ирина, спасибо вам большое за беседу. Благодарю. Смотрите нашу программу и помните, ваш добрый дом – это лучшее место на свете. Пишите нам по адресу info.sobako.ps29.ru Следующий выпуск будет посвящен перепланировкам. Увидимся через неделю на телеканале ПС и портале «Правда Севера». До встречи. Вопрос на миллион